доброго здравия уважаемые друзья с вами на связи мошкин владимир правовед сибирь сегодня мне в процессе работы за ноутбуком попалась статейка которую я хотел бы опубликовать рассказать о ней и показать то что может сделать любой гражданин а если мы все вместе приложим усилия то мы выведем вот это все коррупционную составляющую в свет и ну те кто совершает преступления будут наказаны по всей строгости закона такие случаи участились я просто один из самых ярких сегодня вам проговорю зачитаю вы его можете посмотреть генерал мвд сугробов его приговорили к 22 годам колонии ну и какие события были то есть вот эта ситуация которая раскрыта она аналогично во всех городах поселках там крупных мегаполисах везде автономных республиках везде все аналогично просто здесь в данной статье показывается вся эта коррумпированная схема как она работала как ее раскрыли и в других местах будут раскрывать потому что она сама по себе естественным путем вот это все рождается и развивается от безнаказанности от бездействия людей от гражданской пассивности от нашего с вами невежества то есть мы позволяем распускать руки вот этим чиновникам в погоны и давайте посмотрим все изнутри как все происходило и на какие точки можно давить в тот момент когда вы ведете свое собственное расследование в отношении должностных лиц Мосгорсуд приговорил бывшего начальника антикоррупционного управления мвд дениса сугробова к 22 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и 19 эпизодов превышения полномочий московский городской суд в четверг 27 апреля огласил приговор генерал-лейтенанта мвд денису сугробов его подчиненным из главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции гуэб и пк сокращенно мвд сугробов получил 22 года колонии погибший заместитель сугробова борис колесников признан виновным и освобожден от наказания в связи со смертью постановила судья елена гученкова при них прокурор просил для сугробова 22 года колонии а для его подчиненных от 5 до 21 года лишения свободы в антикоррупционном управлении мвд по версии следствия несколько лет действовало преступное сообщество под руководством сугробова ходившие в него офицеры систематически превышали полномочия поставили на поток фальсификации оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и бизнесменов массово провоцировали их на преступления гособвинения а вслед за ним и суд пришли к выводу что мотива на живых действиях офицеров не было вот отсылая к своим жертвам агентов провокаторов сотрудники мвд добивались карьерного роста и награды демонстрация возможностей уголовное дело против сотрудников антикоррупционного главка мвд было возбуждено феврале 14 года после неудачной попытки офицеров взять в разработку заместителя начальника 6 службы управления собственной безопасности уэсб фсб игоря демина офицеры будет и пока отправили к демину своего агента бывшего судебного пристава руслана чих либо который представился сотрудником у спецслужбы предпринимателем должен был договориться с ним а про покровительстве за 10 тысяч долларов в месяц следует из материалов дела по плану зам начальника управления главка алексея бондаре бондара который курировал операцию сразу после передачи денег кафе sisters на покровке под контролем полицейских демин должен был за должен был быть задержан итог встреч оказался неожиданным для сотрудников мвд задержанных либ как оказалось демин знала провокации которая готовилась в отношении его его коллеги и спецслужбы в свою очередь разрабатывали губ гуэбов цепь после этого в течение нескольких месяцев было арестовано более десятка офицеров гуэб и пк включая замначальника управления генерал-майора бориса колесникова судробов был снят с должности указом президента 21 февраля четырнадцатого года и сначала проходил по делу свидетелем однако в мае того же года был задержан и арестован конечно целью сугробов при разработке демина было скомпрометировать первого замначальника управления собственной безопасности уэсб фсб олега феоктистова утверждал на допросов бывший сотрудник спецслужбы павел глоба он помог мвд найти агента для операции с деминым а в итоге стал заявителем по делу сообщив о разработке демина уэсб замглавы уэсб фсб феоктистов считается одним из самых влиятельных силовиков россии последующие годы он курировал задержание целого ряда федеральных чиновников включая бывшего министра экономического развития алексея великаева губернатора кировской области никита белых рассказывали источники рбк из материалов было в прослушке которые были в деле следовало что между сугробом и феоктистовым были личный был личный конфликт новая газета называла еще одну его участника этого конфликта андрея хорева бывшего замначальника департамента экономической безопасности дэб мвд дефором где реформированного впоследствии гуэб и бфк хорев считался человеком феоктистовым а у сугроба который был его подчиненным в дэбе были с ним серьезные разногласия разногласия между мвд и фсб были связаны в том числе с группировкой сергея магина занимавшийся незаконным обналичиванием магина задержали подчиненные сугробов тогда как фсб считала борьбу с обналичивание своей сферы рассказывали в 2014 году собственники рбк собеседники рбк фсб раздражали эффективность полицейской структуры и ее непримиримая позиция неприкасаемых для гуэб и пк не было убеждены адвокаты эдуард исецкий и павел лапшов участвующие в деле закрытый суд сугробов по версии следствия создал на основе главка преступно-организационную устойчивую сплоченную структурированные ее и ее цели были тяжкие преступления против государственной власти интересов государственной службы и правосудия говорится в материалах дела сотрудники гуэб и пк создавали видимость успешного выполнения возможных на них задач и делали это из корыстной иной личной заинтересованности которая сводилась к улучшению показателей главка и продвижению по службе еще один интерес сугробов его подчиненных был связан с правами на имущество других лиц и выгодой для предприятий и бизнесменов подконтрольных офицерам считала следствие однако этот довод в ходе суда не подтвердился заявил представитель гособвинения в ходе премии сторон декабря прошлого года следственный комитет насчитал скр насчитал 19 случаев превышения полномочий со стороны офицеров главка все они так или иначе сводились провокации чиновников и бизнесменов на преступление в итоге 29 человек незаконно понесли уголовную ответственность за взятки коммерческий подкуп и мошенничество а 18 из них длительное время содержались под сразу же и под домашним арестом за неполные три года в течение которых генерал-лейтенант полиции денис сугробов возглавлял главный управление экономической безопасности противодействия коррупции мвд россии его подчиненные судебный процесс длившийся больше года проходил в закрытом режиме защита настаивала что преследование полицейских стало возможным из-за пробелов законодательстве который позволяет считать провокации практически любые оперативные мероприятия во время которых объект разработки совершает коррупционное действие рассказал рбк адвокат исецкий еще один довод заключался в том что уголовное преследование человека и взять его под стражу которое произошло из-за превышения полномочий полицейского может считаться тяжким последствием между тем всем фигурантом дело инкриминирует пункт в часть 3 статьи 206 у к где речь идет именно о таких последствиях тяжкие последствия должны быть скажем так не восполнены отметил в разговоре с рбк адвокат павел лапшов последствия для системы под след следствием и судом за последние три года оказалось не менее полутора десятков офицеров двое бывших оперативников которых следствие считают членами преступного сообщества сугробова алексей бодна и максим назаров дали показания на сослуживцев и были осуждены в особом порядке боднар получил пять с половиной года колонии назаров 5 лет отдельно расследуются дела предполагаемых участников незаконных разработок сугробов оперативников павла давшина он в розыске геннадия соболева он был задержан только осенью 2016 года сейчас под арестом в сезон против других офицеров будет и пока продолжает возбуждаться похожие по фабуле уголовные дела 2013 года численность группы пк снизилась на треть 600 45 до 419 человек 4 управление главка были расформированы рассказали рбк в пресс-службе мвд сейчас ведомство фактически не осуществляет никаких самостоятельных оперативных мероприятий области борьбы с коррупцией заявил рбк источник главки подтвердили адвокаты истецкий и лапшов вот такие новости уважаемые друзья то что происходит в правоохранительных органах такой беспредел и самого правства благодарю всех за внимание ставьте лайки делайте репосты подписывайтесь на канал желаю всем благ